Ну, вы знаете как, у человека есть совесть, а у животного есть стыд. Когда мы пропиваем свою совесть, мы начинаем хотя бы признавать плохие свои действия, стыдиться, прикрываться. А потом может потеряться и стыд. Так что человек будет считать, вот буду безобразничать, вы меня обличите, я вам еще поширить дам. А что, сейчас так часто бывает? Понимаете, если человеку говоришь, да ты, ну, вот поэтому можно сойти на всякие степени беззакония. Можно стать порочным человеком, кто такой порочный? А тот, кто воспевает грех, наслаждается им, считает его настоящим блаженством. Сейчас время пришло уже такое. Вот поэтому для порочного человека, если пришло чувство вины, ну, может быть, это и неплохо. А если человек был в дружеских отношениях, если он был родным и вдруг предал другого, приходит другое ощущение смерти, разрушились отношения, приходит ужас от того, что ты принес другому, чувство ужаса. Человек хочет возродить эту жизнь. Поэтому чувство вины, это чаще всего эгоистическое чувство, как у Иуды, который не верит, что его помилуют. Это вина в одиночестве. Когда вина перед другим, всегда есть выход. Другой тебя простит.